Весовая категория свыше 93 кг, тяжелый и вес Чарльз Грейси Андраде, Бразилия, и Алексей Кутин, Беларусь. Леди Джекер, я представляю вам бойца из Бразилии, Чарльз Грейси Андраде. Внимание на экран! Я очень счастлив, что представляю свой родной штат Параиба, свою любимую Бразилию в Минске на чемпионате, который проводит Академия ММА. Я готов к бою, хожусь в хорошей форме, сфокусирован и решительно настроен в отношении своего оппонента. Своего противника я очень сильно уважаю. Это хороший и мощный боец, великий Алексей Кутин. Но я хочу ему сказать, что я приехал сюда за победу. Почти 20 лет я занимаюсь боями в рамках Синумы. Раньше это называли Вали Тубе. С 16 лет я занимаюсь в клубе «Алаванка», самым лучшим клубе в Бразилии и Нью. Сегодня я являюсь членом команды «Джиу-джитс». Друзья, я хочу обратиться к вам. Я очень благодарен вам. Большое спасибо тренеру. Вы все в моем сердце. Хотел бы поблагодарить мою семью, маму, братьев и детей. Я хотел бы сказать, что постоянно думаю о вас, даже когда у вас нет со мной. В моем сердце только Бог, Бразилия и Победа. В моем сердце, аминь. Дяди Анджатмара, встречайте первого бойца главного боя Кубка Академии ММА, Чарльз Грейси Андраде, Бразилия. На самом деле имя Андраде правильно звучит, как Шарльз. Шарльз Грейси Андраде. Опытный мастер, 35-летний боец. Огромное количество боев в октагоне уже под седьмой десяток. Причем у него любопытнейшая статистика. Редко когда такое бывает. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Так вот, по поводу его статистики, еще раз повторюсь, чтобы не быть голословным. 33 победы при 33-х поражениях. Любопытно, согласитесь, интересный вариант. Но мы, собственно говоря, Андраде неплохо знаем и по турнирам М1 Челлендж. Известный про Малшин Си Би, который, кстати, не так давно и в Минске проводил турнир по весне. Чарльз Грейси Андраде, Бразилия, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Рос, метр 83. На счеток этого крайне опытного бойца. 33 победы и 33 поражения. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Чарльз Грейси Андраде. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Дамы и господа, я представляю вас бойца из Деларуси Алексей Кудин. Внимание на экран. Всем привет. Всем привет. Я Алексей Кудин. И сегодня мне представляет бой с Чарльзом Андраде. Мой соперник родом из Бразилии. С Чарльзом, да, мы виделись на турнирах пару раз. Общались так, но негласно. Но, скажем так, что до этого не выступали. Мы были в разных весовых категориях. Я начинал с тяжей уже. А он, да, он только пришел к тяжам. Он всю жизнь выступал в 84. Потом перешел в 93. Ну, опасный соперник. Что про Чарльза можно сказать? То, что если в стойке какую-то опасность он особо не создает. Хотя это бои и все может быть. Но в партере он очень опасен. Как мастер джиу-джитсу всю жизнь борется. Очень опасен в партере. Поэтому партеру нужно здесь быть аккуратным с ним. В последний раз я дрался дома в 2014 году. Я просматривал бои Чарльза. Черный поиск по джиу-джитсу. Очень хороший борец. В последнее время Чарльз очень хорошо набрал в ударной технике. И в нескольких своих последних боев он закончил таково. Моя основная тактика это не пустить его партер. Не дать ему работать в партере. И постараться его нокаутировать. Хочу обратиться к своему сопернику Чарльза Андрада. Ты многое сказал. Сказал, что вырубишь меня. Что просто потушишь меня как звезду. Я бы хотел, чтобы ты доказал это на деле. Если ты настоящий мужик. За слова нужно отвечать. Дамы и господа. Встречайте. Алексей Кудин. Беларусь. Ну да, Алексей Кудин. Устает ли его нам представлять? Наверное, может быть, стоит ли ему тогда смотреть на нашей трансляции впервые. Может, даже особо интересуется миром единоборств. 22 победы. Да, у него было здесь поражение в октагоне. Но давайте не будем забывать, что он заслуженный мастер спорта по Муай-Тай. Многократный чемпион мира по тайскому боксу, по китбоксингу. Уже довольно давно выступает по ММА. Прямо скажу, мой хороший товарищ, в том числе и по репортажам. Мы не так давно вместе отработали возле микрофона во время поединка турнира UFC в Сингапуре, когда, увы, Андрей Орловский проиграл Марчину Тебури. Ну, Алексей Кудин. Это Алексей Кудин. Замечательный парень, уроженец. Молодец, что прекрасно бьющие великолепные банчи и особенно мощные лоу-кики. Посмотрим, сумеет ли Шарль Сандрали противостоять Кудину. Конечно, давайте будем откровенны. Кудин фаворит этого боя. Впрочем, не будем опережать события. Это главный бой вечера. Десять поражений. Заслуженный мастер спорта. Многократный чемпион мира по кикбоксингу WAKO. Многократный чемпион мира по тайскому боксу. Победитель гран-при Pro FC. Победитель открытого чемпионата России по MMA версия M1. Чемпион Европы по банкратиону Алексей Кудин. Бессменный рефери поединка Евгений Авинцевич. Внимание, работаем три раза по пять минут. Внимание, наслужим. Посадим в руках. Удачи. Ну что ж, главный бой. Каждый командов, конечно же, по пять минут. В прошлом году в деле такие мастера, такой фактуры. Мы ни в чем не можем быть уверенными до конца, что этот бой пройдет в положенное ему время. Плюс, опять-таки, учитывая, что тяжелая весовая категория, все может решить один удар. Ну, Кудин, собственно говоря, имеет отличный контрприем. Вот сейчас сразу сходу хайкик пробивал Андрадой, но оказался внизу. Навстречу это великолепный прием, навстречу апперкоты. Кудин его сейчас снова бросает вниз бразильца. Алексей в великолепной форме, психологически, прежде всего, пообщался с ним перед этим боем. Как обычно, на позитиве, доброжелателен. Впрочем, тоже касается и бразильца. А вообще, если вы успели заметить, собственно говоря, Андрада частый гость. Вот как раз на просторах былого союза. И давайте не будем забывать, при всем уважении к Алексею Кудину, его фаворитскому статусу. Андрада, вообще-то, чемпион по всем ведущим промоушенам российским. М1 Global, Fight Nights, ACB. Так что, здесь никакой недооценки быть не может. Но Кудин хорошо его знает, о чем он, собственно говоря, и признался в нашем ролике превью. Общаются, безусловно, хороших супертяжей не может быть много по определению. Поэтому, конечно, они знают друг друга весьма неплохо, в том числе и за пределом октагона. Так что, этот бой обещает быть интересным. Вот пока мы видим, что Алексей держит центр октагона за собой, ждет своего варианта, своего часа. Лоу-кик, пока так, обозначение. Скорее. Ну, кстати, работают-то в разносторонней стойке. Впрочем, мы видим, что Андрада время от времени стойку меняет. Я думаю, это даже связано с тем, что... Не подставлять ногу. Да, да, да. Как-то разделить на нагрузку от лоу-киков на обе ноги. Потому что Масайский-то отбил ногу, да, латвийскому бойцу с ходу. И, казалось бы, Тимис должен был пленен. Это влияет на ход поединка. Да, да, да. И сейчас реально не подставлять одну ногу под лоу-кики многократного чемпиона мира по Муайтай, это вполне оправданно. Ну, Путин не собирается бороться. Да, 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 мы это видим. Как базовый ударник Алексею предпочитает вести бой в стойке. Ну, здесь бой-то продолжался, и кто-нибудь на месте Кузина может быть и попечь здесь. Ну, здесь понятно, да. Здесь, конечно, Алексей, как человек благородный, на такие вещи не способен. Ты можешь выиграть бой, но испортишь себе куда более важную вещь. Тем более домашняя публика. Да, вот теперь этот лоу-кик, да, впервые попадает, причем попадает реально хорошо. И еще впереди две с половиной минуты. Так что работать, работать и работать. Можно попытаться прорваться, нет. Предлагает подняться, а тяжело сейчас бразильцу. Сейчас еще пара ударов. Достигает один удар в цели. Еще лоу-кик по этой же ноге. И, соответственно, сейчас Кудин, в принципе, может продолжить точно в такой же манере. Леша больше не бей туда. Кросс, кросс. 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 Кстати, такие движения, которые только что были у Беларуса, они, в общем-то, опасны для него самого. Но он прекрасно знает, как с этим справляться, с инерцией собственного тела, свыше сотни кило боевой массы. Кросс, кросс. Да, Андраде даже чисто полцарты уступает Кудину снова лоу-кик. Но Андраде подбирается, уходя от сетки. Ему, конечно, сейчас больно, понятно. Тут очень жесткий удар. Пришелся как раз по левому колену. Третий, в общем-то, подряд. Лоу-кик. Еще впереди одна минута. Еще одна попытка со стороны Андраде перевести бой в партер. Но, мы видим, Алексей этого не желает. Ну, понятно, что Алексея изначально, как бы, борьба это не его позор, но его колено. Да, Алексей базовый ударник. Да. 30 секунд, 30 секунд. Ну, кстати, он кики не использует и сейчас, хотя мог бы. Немножко шоу не помешает. Ну, это, кстати, не просто работа якобы на публику. По этим самым Андраде показывает, что у него левое колено в порядке. Итак, первый раунд завершен. Ну что, всякое бывало. Я так рада видел бои с участием Алексея Кузина, которые завершались досрочно из-за нерасчетливого прохода в корпус. И, соответственно, быстрого, ну, выброса навстречу. Батча, апперкота, сам, естественно, лоу-клики. Здесь сейчас соперник все же у Кутина непростой. Шарльз Грейси Андраде, напоминаем, чемпион многих турниров. Победитель турниров М1 Глобан, ACB, Fight Night и четырехкратный чемпион Бразилии по ММА. Ну, у нас не таки много бойцов, будем откровенны, да, столь высокого уровня здесь Артем Дамковский. То, что касается наших супертяжей, мы, конечно, очень рассчитываем у Алексея контракт с Fight Night, что заметят его, естественно, и в UFC. Я бы хотел сказать, что у него совсем скоро бой. Подвиги Детапромошнер состоится в ноябре. Главный бой вечера. Совсем скоро. Второй раунд. Неплохой захват. Вот это уже вполне может получиться что-нибудь и в борьбе. Безусловно, Алексей, когда принял решение работать в октагоне, очень много времени уделял именно этому аспекту. Ну, как бы рефлексы, мастерство, тут сложные моменты сходу изменить очень трудно. Андраде защищается. Здесь нужно быть аккуратным, аккуратно следить, следить за шеей. Очень опасное положение. Сейчас, конечно, важный момент, чтобы зафиксировать руку бразильца. Ни в коем случае ее нельзя отпускать, потому что это единственная его связь с соперником, по сути. Ну, если сейчас ничего не будет происходить, рефери будет вынужден поднять двоих в стойку. Ну, не согласен бразильец, что можно было ему дать возможность побороться. Ну, как бы, я так полагаю, что секунданты призываются уже продолжить этот бой Андраде. Нужно немножко успокоиться. Мы видим, бразильец не согласен с решением. Ну, тут есть варианты, но на самом деле ничего действительно не происходило. Успел пройти ноги. Отличная защита от Алексея. Друзья, крайне непредсказуемый сценарий главного боя. Кое-кто из секундантов бразильца подсказывает ему по-русски. Ну, так мы с ним успели пообщаться перед этим боем. Правда, общались на английском. Не знаю, знает ли он русский. Хотя, столь часто гости в России, да, на многих турнирах, я думаю, что основные подсказки понимают. Да, и, собственно говоря, терминология-то международная, да? На всех языках шоу-ки, металлоки. Также мне удалось немного пообщаться с Чалезом Андрадой. И я скажу, что да, немного русский слой он уже знает. Он частый, как вы заметили, гвоздь турниров в России. Но, вообще, редкий турнир по микс-файту обходится без бразильцев. Да, это, скажем так, страна, которая очень сильно культивируется данный вид спорта. Многие бразильцы высокого уровня проявили себя и по UFC. Остаются в Соединенных Штатах Америки. Открывают свои школы. Тот же самый Андерсон Сильва. Одна из легенд UFC. Яркий представитель Бразилии. Женщина сейчас, ну вот, снова удар мощной ногой. Алексеем, ну и... Приглашает Кудина в борьбу. Тот против. Ну, в принципе, Алексей мог бы и пару лоу-киков использовать. Откровенно говоря, тут он, не знаю, ну, решает лишний раз, возможно, не травмировать бразильца. Ну, часть шоу, почему бы и нет. Но все равно, самое главное, не расслабляться. К сожалению, бывали моменты, можно вспомнить и поражение Кудина от Шабана Ка. Упустив голову, проиграл гильотины в стойке. Ну, это обидно для бойца, прямо скажем. Напоминаю, что те турниры М1 челлендж проходили не в октагоне и даже не в рейдже, а в ринге. Ну, а теперь наконец-то пошли в дело руки Кудина. И вот снова навстречу попадает в корпус и предлагает снова подняться. Но Андрада терпеливый боец. Больно пострадал. Ну, тут есть, кстати, немаловажный аспект, связанный с количеством опорных точек, да. То есть на стиле октагона мы понимаем, что при определенных обстоятельствах бить человека нельзя. Да, естественная позиция. Можно быть дисквалифицированным. Три точки. Да. Ну, яркий тому пример один из боев по М1 Константина Глухова, да. И Михаила Газаева. Да, когда Газаев, ну, такого еще никогда не было, может, никогда не будет, заставил пробить Глухова. Сам, находясь на трех точках и таким образом подставил под дисквалификацию латвийца. Ну, что второе. Все, третье. Мы, наверное, не погрешим против истины, если скажем, что Алексей Кудин пока выигрывает. Да, полностью с вами согласен, Павел. Больше точных попаданий, защита от борьбы. Оба раунда, бесспорно, за Алексея. Последний граунд. Главного боя пуха Академии ММА. И попадания четкие, акцентированные. Но Андраде показывает, что он очень выносливый боец, умеющий держать удар. Ну, это определенная физиология. Такая недосмотрочная тренировка. Опять-таки характер. Да, конечно. Терпеливый. И настоящий бой. Вот, кстати, бразильцы этим отличаются. У них такой характер бойцовский. Вот именно терпение, это именно то, что нужно. Американцы обычно всегда работают до конца. Тоже очень выносливые, дисциплинированные. Особенности школы. Да. Опять-таки, безусловно, уважение к сопернику. Итак, последний раунд. Алексей Кузин и Шарлес Андраде. Но предлагает размен ударами, панчами. Андраде на это не ведется. Словно, зная, где находится комментаторская позиция, Кузин и Андраде работают в основном как раз в считанной паре метров. Имеет право Кузин отказаться от партера. И снова стойка. Я не помню ни одной комбинации ударной пока в исполнении бразильца. Ну, мы увидим, что все попытки сводятся навязать Алексею борьбу. На фоне определенной усталости, которая, безусловно, есть у Кузины, еще будут шансы. Безусловно. Руки уже не те у бразильца. В общем, где-то может и опустить, а где-то и через что поднять. Еще одно точное попадание со стороны Алексея. А почему бы Алексею не использовать бэкфист? Собственно говоря, подготовить этот удар и выбросить. И локтем, к примеру. Ну, сами понимаете, у каждого бойца есть свой план на бой. Поставлен его тренерами. И мы, как видим, Алексей четко следует его исполнению. Он пока выигрывает, да, конечно. Естественно, выигрывает. Но иногда бывают бойцы и позволяют себе больности. Но, опять-таки, хочу заметить, это бой происходит в тяжелом весе, где каждый удар может быть решающим. Поэтому дополнительная ответственность и дополнительная аккуратность должна быть. Какие-то проблемы с подошвой, с пяткой у Андрады. Не знаю, что-то, наверное, было на настиле октагонов. Все обошлось. Хороший плотно удар, но Андрады устоял. Держит. То, что удары держит, это очевидно. Ну, в общем-то, я могу сказать, даже вот если поставить себя на место Кудина, ты знаешь мощь свою, силу своих панчей, киков. И ты знаешь, когда попадаешь, это ведь очевидно, да. А соперник не падает, да, по сути. По, как говорится, канонам микс-файта он ведь не упал. Это тоже психологически влияет? То есть ты понимаешь, что против тебя какой-то не очень простой человек? Ну, я думаю, это не свойственно Алексею. Он уже достаточно опытный спортсмен и понимает, что... Ну, доработать до конца. Ну, надо всего лишь доработать. Просто удар, скажем так, хоть может и достиг цели. Но, видимо, был недостаточно мощным. Андраде снова на трех точках опоры и заставляет арбитра подняться в стойку. И меньше минуты до окончания последнего боя вечера, главного боя. Кубка Академии ММА. Алексей Кудин против Шарльса Андраде. Пока Беларусь выигрывает. Доминирование его безусловное, но Андраде... Уж то-что, а удар держит. Лау-кик. Ну, вот, кстати, подсказка, но это не Алексея Кудинова, но, скорее, бразильцу по поводу Бекфиста. Ну, а почему бы и нет? Последняя секунда. Алексей, попробуй. И вот здесь, в картере, уже давно надо было переходить в такую борьбу, но быстро отвечает Андраде. И старается прижать к себе Кудина. Последние десять секунд. Мы можем подсказать Алексею, чтобы он провел их активно. И он нашу подсказку слышит, потому что он находится реально в полутора метров от нас. Итак, Алексей Кудин становится, я думаю, мы не ошибемся, если скажем, что победителем нашего турнира. Я думаю, вы совершенно правы, Павел. И согласны решениям судей, победа за Алексеем. Но Андраде хорош. В противном случае... Достойный бой. В противном случае не был бы победителем турниров. Раунд! Боя! Достаточно опытный спортсмен. Волевой спортсмен, как мы заметили. Я думаю, 23-я победа Алексея не за горами, но не будем забывать по всей его мощи. Очень сложные соперники попадаются в турнир. У него было десять поражений, но мастерство шестер. И, конечно, мы надеемся на его успех. Будем болеть за Алексеем в ноябре. За Байкданом ему предстоит очень нелегкий бой. Его соперник – боец UFC. Тяжеловес. Посмотрим, как служатся. Если хочешь пробиться в UFC, значит, надо биться с бойцами UFC. Доказывать свою силу. Конечно, чтобы быть среди лучших, нужно драться с лучшими. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИШИТ 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 АЛЕКСЕЙ КУДИН ПОДПИШИТ 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 ПОДПИШИ 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 ПОДПИШИТ 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 Спасибо, Мераруси, я очень счастливый, остаюсь здесь, я хочу начать с моими друзьями, Алексей Гудин, эксцелентный шампион, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Джарус. Ну что, Вань, сменяйте понятность, сюда все остальное. Давай. Ну что ж, у нас получился очень неплохой турнир. Итоговое интервью, слово, я думаю, сейчас можно будет передать Марии Богатырь, которая повеседует с Алексеем Гудином, главной звездой, пожалуй, главной звездой этого вечера. И я напоминаю, что победой сегодня у белорусов одержали Евгений Кацар, Павел Масальский, Михаил Одинцов, Вадим Кутин и Алексей Гудин. Да, Михаил Бурешкин проиграл Алексею Прокофьеву, но, тем не менее, получилось весьма неплохо. Алексей Гудин, в первую очередь, наше поздравление. Я знаю, вы просматривали видео боев своего соперника. Был ли он предсказуем уже для вас? Вы знаете, знал, что будет заманить партер, но чтобы настолько открыто и нагло, не ожидал, чтобы ложиться из вас. Два раунда я понимал, что веду в стойке, поэтому не рисковал. А уже 30 раунд концов перескнул, но было поздновато. Нужно увидеть, потому что на минутку раньше пойти к нему на добивание, думаю, получилось бы добить. Ну да, все зрители заметили, что уже в который раз сегодня соперник нашего белоруса ложится и отдыхает. Ну, европейцы очень... у нас школа борьбы в Беларуси, она хорошего уровня, но у европейцев, сообразительных, она очень на высоком, поэтому иногда с ними рисковать опасно, особенно дома. Спасибо большое, еще раз с победой! Спасибо вам! Павел, вам слово! Спасибо, Маша! Спасибо вам всем, спасибо за внимание! Я, Павел Баранов, мои сегодняшние собеседники, руководитель Ботевской команды Академии ММА Алексей Анцепович, директор Федерации панкреционных смешанных единобост Андрей Макаренко. Вся наша команда на этом с вами прощается, и до встречи у Октагона!